1 апреля 2019 года день когда биткоин умер да вы не ослышались график его цены похож на электрокардиограмму сердце которое остановилось если отразить его вертикально вот это то что я называю техническим анализом всем привет меня зовут богатейший де и позвольте мне хотя бы иногда делать более юмористические и расслабленные форматы видео иногда мне это очень нужно поверьте мне ребята потому что крыша едет не спеша поэтому постарайтесь некоторые вещи из этого видео не воспринимать серьезно поехали критский царь минус имел быка которого сейчас называют марафонским именно этот бык по легенде перевез европу для зевса на самом деле достоверно неизвестно чей именно дочерью она была но какой-нибудь финикийский царь наверняка этому похищению не обрадовался в любом случае считается что зевс собственной персоной стал быком и его бычий след на графике даже сейчас найти несложно однако такое поведение на рынке всегда провоцирует манипуляции и сегодня я могу сказать абсолютно точно что это произошло из-за новостей о brexit brexit это возможный выход великобритании из состава европейского союза в очередной раз власти великобритании в силу жестких разногласий не смогли прийти к общему знаменателю в этом вопросе где а может быть это из-за китайцев или из-за хайпа вокруг скорого халвинга а возможно все дело в том что тезер снова забыли отключить свой принтер точно посмотрите как его колбасит слушайте а может быть это все первоапрельская шутка кто его знает какой бы ни была причина я все же рад что мы пробили это чертово сопротивление целых три ключевых уровня сопротивления были пробиты и не только для биткоина вы даже не представляете ребята как же приятно опять увидеть эфириум за 170 долларов и у свыше 5 долларов лайткоин который снова находится в топ-5 это просто что-то невероятное binance coin за 20 баксов боже мой и даже тезер дороже доллара кардана или а до 9 центов но вот это меня кстати не очень радует потому что я вспоминаю свою переписку с другом ада уже 85 центов надо было блин за 70 брать по дешевке сейчас уже поздно нуди хотел по 70 центов а получил по 9 даже после вроде бы солидного пампа это очень печально на самом деле а знаете в чем прячется вся прелесть сложившейся ситуации продавцы должны выставлять свои ордера на продажу но где на каких уровнях где искать линии сопротивления никто ни в чем не уверен это прекрасно даже если курсы упадут после этого опять то это уже не будет сокрушительным падением дело в том что поскольку старые линии сопротивления были так легко преодолены трейдеры могли бы сохранить эту мышечную память и именно поэтому преодолеть эти линии заново будет значительно проще теперь об объеме торгов он ребята абсолютно завораживающий и даже рекордные не побоюсь этого слова почти 80 миллиардов долларов за сутки из которых четвертая часть это суточный объем биткоина да уж такое бывает явно не часто но тем не менее даже несмотря на это доминирование биткоина начинает падать а суммарная капитализация альткоинов наоборот расти но все-таки какая разница это нам ведь нужно обновить кошелек и обрадоваться тому что вдруг появилась из воздуха 1000 долларов две три это же так прекрасно эта история основана на реальных событиях это был обычный день биткоин находился во флете в новостях вообще писали что он умирает или же катится в тартарары как этот мячик я видел сколько людей открыли шорт позиции и вдруг это произошло мало кто понимал что это произойдет уже через минуту в их глазах я все еще читал сомнение недоверие и новостной фон средств массовой информации и даже небо не могло бы им помочь поверить в происходящее что это было это слезы шартистов чип позиции были сметены сотни миллионов долларов были потеряны всего за 6 часов как-то блин даже жалко их ребята держитесь там я за вас всего за 40 минут биткоин подскочил почти на 20 процентов чтобы пробить сразу несколько уровней сопротивления конечно же на разных биржах курсы немного отличаются но возможно вы видели как биткоин двигался к преодолению отметки в 5000 долларов но в целом после первого импульса ему это не удалось а вот сейчас вроде бы получается я знаю что многие из нас хотели бы чтобы старые линии сопротивления вообще стали поддержкой что могло бы привести нас к 6000 долларов за биткоин но к сожалению пока что это не так но есть и хорошая новость она заключается в том что все это поведение указывает на очень позитивную тенденцию ведь с каждым разом низы и пики находятся все выше куда же курс пойдет сейчас если честно никто не уверен идея покупки криптовалют на пике является максимально рискованной с финансовой точки зрения конечно же без заднего числа мало кто возьмется предполагать является ли этот прыжок действительным пиком но ребята у вас такая возможность есть я хочу чтобы это видео стало народным прогнозом поэтому обязательно пишите в комментариях как вы думаете что будет происходить дальше сколько будет продолжаться этот рост а возможно нас ждет большое падение ну и конечно же не забудьте описать свои действия что вы делаете или собираетесь делать на таком рынке мне кажется будет интересно почитать не только мне но и другим зрителям и гостям этого канала а свою картину действий я опубликовал в сообществе ютуба пару часов назад опять же это не финансовый совет а всего лишь описание того что делаю я а я не финансовый аналитик я обычный человек который топит за криптовалюту уже сто лет в обед разница лишь в том что я решил показывать это на видео короче что делать если не успел купить bitcoin до начала пампа этот вопрос мне часто задают подписчики и в комментариях и в закрытой группе и даже в личке вконтакте как-то меня находят и пишут например в закрытой аналитике есть вот такой график bitcoin это дневная разметка если что мы в любой момент ожидали разворота в районе четырех тысяч долларов и кто-то понемногу закупался но все равно я очень удивился тем что произошло потом я не ожидал что это будет так резко и так много сразу ну да ладно вот и просыпаешься утром и думаешь вот сегодня куплю bitcoin а он бац и стоит 5100 долларов и самое неправильное это начинать покупать на эмоциях а ты в этот момент явно на эмоциях просто смирись поезд ушел я предлагаю следующий алгоритм переместить деньги туда где-то с ними не можешь ничего сделать эмоционально например если у тебя есть токены и с детей на бинансе переведи их на карту или вообще выведев наличку тебе нужно время все обдумать и избегать эмоциональных действий эмоции это не твои друзья если речь идет о деньгах собрать как можно больше информации вот например как выглядит прогноз движения по волнам эллиота по состоянию на сегодняшнее утро скажу проще мы движемся в сторону пика в районе пяти с половиной тысячи долларов а потом будет коррекция когда ты будешь спокоен заводить деньги на биржу и ставь ордера на покупку например 4300 долларов 4200 или 400 после этого просто жди придет время и ты выкупишь биткоин на коррекции по отличной цене а так покупая по 5100 ты ждешь 6000 а он падает до 4300 и ты в панике что делать как же так на самом деле лучше не надо так делать не паникуй не эмоционируй с холодной головой выжидаешь момент и покупаешь ну или продаешь смотря какая ситуация ну а на этом у меня все подписывайтесь на канал ставьте лайк или дизлайк и комментируйте делитесь видео с друзьями и обязательно что делаете конечно же богатейте куда же без этого мы все хотим богатеть и мы это делаем до скорого и и и и и